О памяти и для памяти. В череде мероприятий, приуроченных 80-летию Управления внутренних дел, особое место заняло открытие стелс именами 163 милиционеров Брещена всех поколений, поставивших защиту своего народа и долг перед Родиной превыше собственной жизни. Несмотря на прошедшие годы, вдовы погибших милиционеров не остались одни. Они сегодня окружены вниманием и поддержкой тех, с кем плечом плечу несли службу их мужья, сыновья, отцы. Мой муж погиб уже 22 года, но я до сих пор ощущаю помощь сотрудников всех, внимание какое-то, не только внимание, даже тепло может сотрудников, и помощь материальную, моральную тоже. Поэтому я не могу сказать, что я одинока. Хотя в тот момент, когда все случилось, эта беда, казалось, что земля просто из-под ног уходит и вообще не представляла, как можно было жить с двумя детками. Подвиг героев не будет забыт, а миссия по защите государственного порядка продолжена. Оперативная обстановка на Брещене сегодня стабильна, что говорит о правильно выбранном курсе. Остается также и стабильна, и снижается на протяжении текущего года. Это количество регистрируемых преступлений из расчета на 10 тысяч населений. Эта цифра стабильна, самая низкая в Республике Беларусь. Мы говорим о 80-летии УВД, поэтому говорим, это традиция, эта стабильность была заложена задолго до нас. Нам удается ее поддержать и уровень стабильно снижать на протяжении текущего года. Красивая дата 80-летия – отличный повод, чтобы сказать спасибо самым опытным профессионалам. Награды для них подготовили в управлении. Нередко милиционеры работают плечом к плечу с другими представителями ведомств в погонах. Такое взаимодействие позволяет быстрее раскрывать преступления, тем самым поддерживать безопасность в городе и регионе. Служба у нас особенная, конечно же, в настоящее время она все больше и больше развивается. Самая большая особенность – это в том, что необходимо особенное знание. И процесс самопознания здесь никогда не должен останавливаться. Каждый сотрудник, он должен совершенствоваться каждый день, повышать свой профессиональный уровень. Высоко ценят труд правоохранителей Брещина в столице. Это отметил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский. От милиционеров региона ждут и в дальнейшем такого же профессионализма и самоотдачи в решении служебных задач. Во все времена задачи, стоящие перед милицией, оставались неизменными. Именно в их содержании заложена та необходимая степень ответственности и порядочности сотрудников, которая продиктована высокими требованиями, предъявляемыми современным обществом. В историю Брестской милиции вписано немало ярких страниц, которые украсили общую летопись белорусской милиции и по праву стали образцом патриотизма, гордости для белорусского народа. Поздравить ювеляров пришло большое количество гостей в числе почетных руководств области и города. Особые слова признательности мэр города Александр Рогачук адресовал милиционерам за безупречную работу по обеспечению порядка во время проведения мероприятий «Миллениума». За это руководитель ведомства Александр Острейко был удостоен медали тысячелетия. Низкий вам поклон. Я отдаю отчет, что здесь совокупность всех подразделений управления внутренних дел, потому что сюда на усиление были привещены, по сути дела, силы и средства со всей Брестской области. И поверьте, что это вещание ценят. Гостей ждала выставка техники, стенды с поэтапным рассказом о становлении управления внутренних дел. В фойе неспешно прогуливались юноши в форме офицеров разных лет, что символично в первую очередь для ветеранов. Для них это своего рода напоминание о молодости, хотя они в строю и сегодня, работая активно в ветеранском движении. Созданные ветеранские организации во всех районах, во всех службах, областной совет ветеранов стараются этих людей принять в свои ряды, сплотить, адаптировать на пенсии к новым условиям и сделать так, чтобы взаимоотношения с руководством РАД, со службами оставались длительными и постоянными, чтобы сотрудники не забывали, где их родной дом. Пожелать хочу, в первую очередь, конечно, продолжать те славные традиции Брестской милиции, которые были заложены и до нас, которые поддерживались нами, и мы, конечно, надеемся, что эти традиции будут поддерживаться и в дальнейшем. Успехов в службе! И сегодня уже, так сказать, находясь на заслуженном отдыхе, я наблюдаю, слежу за обстановкой Брестской области, как работает милиция, и я горжусь тем, что я когда-то внес такой вклад в работу Брестской милиции. Результативность очень высокая, и традиции поддерживаются, я этому очень рад. Большой концерт стал хорошим подарком для всех участников мероприятия, в рамках которого был исполнен гимн, написанный специально к 80-летию управления. Милиция Бреста, солдаты закона, мы сил не жалеем всегда на востоку. Милиция Бреста за жизнь и в ответе, моя промысковый напомнит мы в первом ряду. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бух-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова